Всем доброе утро! Московское время, 7 утра. Я приехал на заправку, заправился до полного, проверил давление в шинах. Сегодня мы едем в другой город, в город Череповец, в большой, так сказать, город из нашей деревни, в магазин Леруа Мерлен. Мы делаем дома ремонт, и для кухни нужно купить раковину, вытяжку, ну и еще там всякую мелочевку. Поэтому сегодня едем в большой город. Сейчас, пока мои встают, я уже все сделал дела с машиной. Отвезем детей в школу и поедем в Череповец. Покажем вам этот город, кто если не видел, в принципе город нравится. Ну, только единственный момент, там большие-большие заводы стоят, Фосагра, Северсталь, и от них, конечно, дымит хорошо. Ну, надеюсь, сегодня я успею вам это показать. Так что, до встречи в Череповце! В общем, нифига не до встречи в Череповце, как же я вам не покажу нашу любимую дорогу по нашему району. У нас город находится на стыке трех областей. Вологодская, Тверская, Новгородская область. От нас до Череповца 180 километров, до Вологды 300, до Твери 250, до Новгорода 300. Одинаковое примерно расстояние до Москвы и до Питера. И вот во все направления от нашего города ужасная дорога уже несколько-несколько лет. Ну, наверное, лет 10, может, даже больше. Вот все такие дороги разбитые. Сейчас там немножко вроде как-то начинает делать новый губернатор. Но в целом вся дорога вот именно только в нашем районе, в нашей области вот такая. В других, там, в Тверской, Вологодской, она лучше. А у нас вот 20 километров или 30 километров нашего участка мы едем со средней скоростью, там, 30 километров в час. Примерно в час времени едем, вот как раз-таки. То есть до Череповца 180 километров, вроде бы ехать тут 2 часа, но мы едем минимум 3. Вот такие пироги. Есть участки, где вообще просто не объехать. И с какой стороны. Это вот по деревне, старая рамка. КОНЕЦ Так, ну вот, примерно за 50 минут проехали участок нашей дороги, от Пестова до Вологодского, Вологодской области. Это примерно 30 километров за 50 минут. И вот сейчас выехали на дорогу до Устюжной, она вся, асфальт тоже давненько уже снят. Она вся вот, ну, из бетонки, то есть это бетонка. В принципе, ехать можно. А вот это дорога до Череповца. Вот товарищи, такими должны быть дороги. Идеальный асфальт, разметка. По бокам вон сколько места вычищено, чтобы мы могли смотреть, не выйдет ли лось. Все-таки здесь очень много лосей. Плюс сейчас у них идет гон, и это очень важно, тем более на такой дороге. Вот идеальная дорога. Вот то ли дело по таким кататься. Еще и пейзаж красивый. Такой северный пейзаж. Вот приехали до Череповца, едем по промышленной зоне. Пошли уже заводы, фосагра, саги там, обзорхим, монтажи и прочее-прочее. Из-за края пахнет то какой-то серой, то каким-то ровнецом, то каким-то повозом. Вот так вот и едем. Люди егнут в Захар. Но зато работа есть, зарплата платится. Фосагра все красиво выкрасил в свои корпоративные цвета. Так что вот, покупайте акции фосагра. Вот у них тут все хорошо, как видите. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вот мы доехали до Череповца, Леруа-Ми-Вен. Вот такой вот город Череповец. Сейчас пойдем покупать все, что нам на 3 часа, и мы в Череповце. Наши уже присматривают что-то на огород. 4 тысячи, красота. Павильон, 4 тысячи. Толстком я опять 800, фига себе. В общем, мы не за этим приехали. Пойдем смотреть то, что нам нужно на кухне. Перед тем, как гулять по магазину, нам подкрепиться. Подкрепиться тут нечего, кроме блинов, сырников. Как нечего? Муха тоже. Так, вот такой перекус. На 3 их вышло 598. Очень даже мермалек. Их не буду показывать, они уже едят горячий шоколад. В общем, гуляем. Не знаем, что выбрать. Керамическую раковину. Ну, какую-нибудь. Либо простую железную, так как керамический гряд впитывает в себя грязь, ломаются быстро. А железные, вот остальные, есть вот даже такие интересные лифленые. Вот, блин, не знаем, что выбрать. Будем думать. Всякие коврики вот такие. Короче. Пришли и не знаем, что купить. А мы продолжаем покупки и ищем обои в детскую. Посмотрите, какие крутые обои. Вот такие. Танос. Самый крутой чувак. Вообще крутые. В общем, вот так вот, ребята. Уже полдня ходим по магазину. Товарищи, в общем, все. Все, что хотели, купили. Управились до 3 часов. Вот так вот упаковались. Видите? Четырка какая, вместительная машина. Все, сейчас там дамы свои дела сделают. И поедем домой. Вот такая вот поездочка выдалась. Кто-то может спросить, зачем было ехать в Череповец? Что это все покупать, когда можно купить все в нашем городе там? Ну, во-первых, не все можно купить, потому что мы кухню в Леруа покупали. И определенные элементы подходят только к этой кухне, чтобы ничего не было другого. Докупали именно в Леруа. Это первое. Во-вторых, многие позиции значительно дешевле, чем в нашем городе. И то, что мы потратим на бензин, там примерно 2000 плюс на еду, примерно 1000. Это все перекроется тем, что мы купим здесь дешевле. Ну и, понятное дело, выбор здесь больше. Там вот обои эти все-таки с Марвелом мы купили, хотя жена не особо хотела. Вот. Например, такие обои никогда там в нашем маленьком городишке эти не найдешь. Так что все, сейчас мы поедем домой. Всем пока. Вот такие красавцы тут стоят. Вот, смотрите, и тут Марвел. Разрисовано какое-то здание. Халк, Дэдпул. Короче, везде один Марвел. Круто нарисовано. А там два рыбачка сидят, рыбачат на крыше. Прикол. Жду своих, вот болтаюсь тут по кругу. Частенько после Череповца останавливаемся на Кадуйской повертке, где есть магазин Фишка и вот такое кафе. Будете в этом кафе, обязательно возьмите деревенскую пиццу, очень вкусная. Все, а мы на выезд и домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова